всем привет я не агара мы продолжаем играть сладкий флирт и я не выдержал ребята я купила эти баксы и бонусы энергии хотя я обещала этого не делать слишком долго происходит все это тем более вот если мы зайдем в игры вот это это вообще ромашка выиграешь там ну два бонуса там энергии ну очень мало или вообще проиграешь здесь тоже выигрыш не очень-то большой а не не дают уже там может быть один два бонуса энергии баксы есть либо нет вообще а вот эта игра я в нее проиграла где-то 25 что ли баксов это вообще такая рулетка то есть но именно вы проиграете возможно больше чем выиграть вообще не советую использовать это и так все таки купленные данные у меня баксы и мы можем продолжить наконец такие задания у нас осталось найти ирис отнести коробку семян джаду купить семена полыни отнести их джаду тогда нам нужно пройти в город магазин базар и вот такой вот мужчинка он нам может продать семена полыни за 12 долларов естественно мы это покупаем возвращаемся в школу и мы должны отнести эти семена тут то что на спортзал я уже забыла вы опять слоняетесь без дела блин нарвались на директрису вам стоит сходить ваш клуб и узнать не нужна ли там ваша помощь завершить разговор да нам нужно найти ирис еще джад милый парень да он милый но у него код странного цвета волосы может быть он и милый не знаю а вот и он на зелененькие такие причем глаза тоже зеленые ты забрала коробку да это она да отлично теперь мне ничего не мешает заняться садом ну что ж не буду мешать у нас с ним кстати неплохие отношения в клубе тебя ждет новое задание ну вот же наш клуб ты еще не закончил ой что такое нет у меня маленькая загвоздка я потерял тетрадь со своими записями растениях и о подходящем для них лечении без этой тетради у меня ничего не выйдет как же так-то вариант ответов я постараюсь найти твою тетрадь ну так иди ищи чего стоишь я бы так отойдет растяпа честно говоря я не видео твоей записной книжки наверное нам надо постараться найти ему тетрадку повысить с ним шкалу отношений спасибо я так рад что в нашем клубе есть люди которые не откажут в помощи теперь я вижу что ты любишь растения также как я да есть немного как только я найду твою тетрадь я тебе ее принесу мелкие у нас новое задание найти тетрадку джада но я думаю что он ее мог оставить и в классном кабинете вот предмет был добавлен мою коллекцию кстати я же вам совсем забыла сказать я делаю и колечко потом вам его покажу я его купила чтобы у нее лучше повысились отношения с кастелем да такое колечко с черепами не могу найти а ты я нашла уф можно вздохнуть спокойно большое спасибо теперь тебе это поможет да я постараюсь вылечить растения которые вот-вот засохнут эта процедура не займет много времени тем лучше было бы здорово если бы у тебя получилось их спасти подожди я обернулась чтобы посмотреть кто это был кастель у нас колечко с черепом на руке видел видел так как ты любишь собак как выяснилось ты не хочешь прогуляться со мной моим псом после школы ого да я не откажусь на него взглянуть и у нас есть два варианта одежды но вот этот наряд он скорее бы подошел наверно для кентина или для натаниэля а вот этот явно для кастеля так что мы одеваем вот этот наряд да да вот этот и сохранить ух ты они отличная парочка мне кажется и волосы одинакового цвета отлично тогда идем пойти с кастелем на прогулку у кастеля огромная французская овчарка я хотела повести ее на поводке но она помчалась как бешеная и грохнулась на землю разбила коленку посмотреть финальный постер ухты а кастель так обеспокоен тем что моя героиня ножку поранила кастель помог мне стать кажется он был взволнован он поймал поводок демона и мы спокойно продолжили прогулку ты получила лейкопластырь ты можешь найти его в своем гардеробе конец третьего эпизода отлично прежде чем начать четвертый эпизод мы зайдем в квартиру я вам покажу какие колечки вот у нее кольцо с черепом она пластика и фиолетовая украшена маленьким белым черепом возможность отношений с кастелем плюс 5 вот так вот а еще нам стоит наверное посмотреть на наши предметы а где может быть у нас там лейкопластырь фричом вернее не знаю это у нас украшение о смотрите-ка а это что у нас пирсинг для пупка ну да оденем но правда его не будет видно в этой одежде и пластырь пластырь сохранить вот такая липучка на ноге все это сохраняем и наверное возвращаемся к моим заданиям поскольку у меня сейчас достаточно долларов бонусов энергии чтобы продолжить мы сразу запишем и следующий эпизод найти ирис отнести коробку с семенами джаду очень разве не сделали это задание странным да кстати давайте посмотрим у нас на тоннелем 13 очень плохо с кастелем 27 ну не фонтан ну нормально с кеном 44 ну кен у нас пока не находится в школе так что с джадом 20 получше даже чем с на тоннелем хорошо давайте вернемся что ли в школу начнем четвертый эпизод под названием призрак в школе все только говорят о призраке который бродит по школе существует ли он на самом деле опа привет ну как тебе нравится в сладком флирте ну как нравится только бонусы вас слишком долго копятся да спасибо классно ты знаешь что ты можешь получить дополнительные бонусы энергии играя да знаем это найдешь игровую приставку в комнате да да знаем знаем очень мало вы даете за это бонусов кстати если любишь шопинг то тебе стоит зайти в магазин одежды я слишком много баксов трачу на вот эти наряды для свиданий чтобы еще дополнительно одежду покупать приму к сведению отлично тогда не буду задерживать удачной игры в эпизоде 4 до скорого ой совсем забыла если вдруг во время эпизода у тебя возникнут вопросы ты можешь обратиться к путеводителю на форуме счастливо начинаем четвертый эпизод о кто новый персонаж подмазель вы являетесь ученицей этой школы да в чем дело я ваш новый учитель истории я плохо ориентируюсь школе вы можете мне помочь честно говоря сама только недавно перешла в эту школу я сама тут не ориентируюсь пожалуйста я бы не хотел произвести плохое впечатление в первый же день ну что ж хорошо думаю я могу показать вам знакомые места в школе большое спасибо что согласились мне все показать первый раз показываю школу учителю странное ощущение учитель фаррес готов осмотреть школу вместе с тобой уйти но мы его первую очередь наверно покажем учительскую оу не агару кто это с тобой это наш новый учитель я показываю ему школу а добро пожаловать такие большие тут ну вариант ответа здесь у нас учительская если вам понадобится помощь следующий раз обращайтесь на таниэль он всегда готов помочь здесь у нас учительская если вам понадобится помощь еще раз обращаясь на таниэль он готов на все чтобы забывать любовь преподавателей не надо вот таким выставлять здесь у нас учительская вам понадобится помощь следующий раз на таниэль обратитесь да немножко отношения кстати повысились добро пожаловать в нашу школу завершить разговор хорошо то что мы те еще классный кабинет давай покажем это наш класс здесь проходит почти все мои уроки показали так ну пойдем о касс это кто это учитель форес наш новый преподаватель по истории я показываю ему школу так здесь школьный двор советую вам порежу себя захотите если хотите столкнуться с неприятными личностями мы не будем так про касса говорить неприятная личность здесь школьный двор но это место больше интересует учеников я думаю он и школьный двор в бестерта можете встретить очаровательную бестолочь я думаю что это больше учеников интересуют кстати понизились но очаровательная бестолочь может быть ему понравилось бы не знаю согласен школьный двор не для учителей так что лучше бы тебе показать какие-нибудь другие места совершить разговоры мы пойдем спортзал здесь у нас спортивный зал баскетбольная секция но судя по тому что вы преподаете историю не думаю что для вас это место представляет особую важность ведь так да ну и осталось показать клуб садоводство куда мы ходим здесь у нас сад и клуб садоводством практически все показали потратили кучу бонусов энергии большое спасибо мадмузель теперь я хотя бы имею представление вашей школе остальное смотрю позже пожалуйста я не забуду вашу услугу гони бонусы энергии обратно так и призрак призрак да мы должны найти призрак опять это троица посмотрите кто это как раз вовремя мы собрались пообедать с шарлот и случайно забыли деньги ты же нам одолжишь не так ли еще чего ничего не давать ты отдала почему отдала я не сказала ничего не отдавать как будто кто-то будет тебя спрашивать амбар толкнула меня выхватила мои деньги ушла как ни в чем не бывало обалдеть умираю от нетерпения найти способ ей отомстить так кто-то должен мне подсказать идею как отомстить амбер чтобы такое придумать может быть ирис мне должна что-то подсказать но натаниэль вряд ли мне что-то подскажет в этот раз амбер от него от деньги у меня до 5 ничего не предпримешь ты серьезно ему очень стыдно за свою сестру нет это у меня шутки такие абсолютно серьезно надеюсь ты предпримешь меры я же не первый раз тебе говорю об этом надеюсь ты предпримешь мера мне очень жаль дома она тоже ставит кучу проблем если хочешь я верну тебе отнятые деньги и в деньгах дело пусть хотя бы просто ставит меня в покое она взяла у меня 10 баксов но я не хочу чтобы ей все так просто сошло с рук хорошо дай мне эти 10 баксов забудем об этом дай мне деньги ладно она взяла у меня 10 и не хочу чтобы сошло я это с рук до настроение конечно упала у него вот держи я постараюсь поговорить с ней но не знаю захочет ли она меня слушать окей спасибо нам вернулись денежки кстати что тоже немаловажно поддем по двор а что это зачем толкать смотри куда ты идешь еще один новый персонаж что ты первая пихнула меня извини я тебя не заметила ты первая пихнула меня прости я спешу на встречу с парнем поэтому с твоим парнем он из нашей школы нет он учится в другой школе кстати я розалия еще раз извини что толкнула тебя увидимся ну ладно увидимся она поспешила на свидание интересно какой из себя ее парень любом случае она очень красиво и какие роскошные у него волосы так ну кто же мне может подсказать то здесь нет никого спортзале тоже нет никого оп костель я тебя уже боюсь разговаривать с тобой все время что-то не то ты не поверишь амбра украла у меня деньги наконец-то я закончила с ролью гида для нашего нового учителя ну это как вариант как меня бесит это мы как меня бесит это амбра его очень бесит знаю-знает уже говорила нет ты послушай на этот раз на украла у меня деньги уйти деньги украла представляешь что правда а ты что что я должна была сделать слушай я думал что ты не такая растяпа черт растяпа растяпа еще как растяпа опять зря сюда зашли ты поговорил с ней пока нет у меня не было времени ты серьезно это же твоя сестра окей в любом случае тоже не так важно я зайду позже она я зайду позже конечно я буду держать тебя в курсе не стоит затягивать разговором завершить разговор так ну что же у нас с призраком то никак не решится и ты мне не одолжишь немного денег да конечно подожди я посмотрю сколько у меня есть мечтать не вредно и делать я когда с ним пытались нормально разговаривать у меня наоборот падает с ним отношения мечтать не вредно это лучше скажи тем кто у тебя по-настоящему отнимает деньги всего-навсего пошутил завершить разговор короче говоря рассорились мы расскажи мне все как только отомстишь амбар окей зачем то пошел за мной спортзал так отомстить амбар но здесь вообще никого нет я вообще помню судя три раза зря туда зашла опа ты сегодня не в настроении я смотрю тебе я могу сказать амбар отняла у меня деньги что ты мне очень жаль я могу чем-то помочь не думаю хотя может я есть идея как можно отомстить этой гадине даже не знаю думаешь это разрешит проблему я не хочу делать что-то очень плохое но все таки да и нет хотя мне все равно я просто хочу поступить с ней как она со мной ну ладно как она со мной надо подумать может мне придет что-нибудь в голову окей спасибо так ладно она будет думать натаниэль как всегда перебирает бумажки у него расстроенный вид ничего нам вообще не сказал по поводу своей сестрички я кое-что придумала правда что амбар считает себя настоящим экспертом мире моды она уверена что носит уникальную одежду думаю она ужасно разослиться если ты придешь школа в той же одежде что и она спасибо я попробую мне нечего терять в конце концов думаю идея так себе но я все равно попробую нечего терять так себе но я попробую не за что так остается только пойти магазин за обновками купить одинаковый самбар кофточку данное задание было так ладно то есть нам придется все таки пойти магазин модной одежды и одеться как это самая амбар в принципе все я купила ее кофточку украшение и сумку больше там ничего нет так что это мы снимаем кофточку амбар одеваем так ну шорты наверно я не знаю оставлю у меня что там брюки есть еще брючки брючки можно одеть как-то не очень смотрится ну да ладно украшением нам нужно одеть то у которой у амбар кстати ботиночки какие есть так наверно будет получше но не тапочки же да одевать так и сумка сумка амбар все в принципе нормально все что носит амбар и так и отправимся в школу наверно сильно разозлиться выходим в школьный двор да в принципе моя героиня одета практически как амбар что ты тут делаешь хочешь одолжить мне денег уйти быстро да прессани ее какие деньги эй подожди во что это ты нарядилась не видишь я решила потратить остаток денег на новую одежду кстати смотрите как у меня уже жестко упал в минус доллар ты оделась так же как и я да как тебе нечего ей сказать я надеюсь что она сильно разозлилась на меня ха 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 она просто трясется от злости думаю у меня получилось ну настроение поднялось так так ну тра на радуешься даже на цепь такие же вещи как у меня ты все та же серая мышка только подумать как ты посمела мне подражать рж надо найти другой способ насолить амбар блин что язык проглотила ну что же бедняжка если ты мне заплатишь побольше я может и соглашусь преподать тебе пару модных уроков Нет, только нет, я просто обязана поставить ее на место. Ну что там, Натаниэль там, с ней поговорил? Ты с ней уже поговорил? Нет, извини. Ну что ж, я все равно должна что-нибудь придумать, чтобы ответить твоей сестре в ее же манере. Все равно отомщу твоей сестре. Ну что ж, ты не хочешь помочь мне преподать урок твоей сестре? Я думаю, Натаниэль не захочет связываться с этим в той же манере. Вариант А. Ты хочешь отомстить ей? Тебе не кажется глупым вести себя так же, как она? Так же, как она? Нет, я придумаю что-нибудь еще более каверзное. Такое, злые. Нет, что-то я подумала о невинном розыгрыше, ничего больше. Что мне еще остается делать? Администрация же не хочет ни во что вмешиваться. Ну это прямой упрек, Натаниэль, я, наверное, вариант Б выберу, да. В любом случае, я не считаю месть лучшим выходом из ситуации. Ты все равно об этом не узнаешь. Я предпочитаю сначала поговорить с ней. Если это не поможет, ты можешь рассчитывать на мою помощь. О, окей, идет. Вот Натаниэль поможет, не может быть. Эй, и как это тебе пришло в голову пойти пожаловаться моему брату? Наконец-то он поговорил с тобой. А он уже успел поговорить? Представь себе, он даже был на твоей стороне. Ну хоть раз, тем более после всего того, что ты сделала. Да мне наплевать, мой брат всего лишь староста. Не вздумай еще раз пойти кому-нибудь пожаловаться. Имей в виду, я любимица директрисы. Ха-ха-ха. Отлично, она еще и угрожает. Никому не жаловаться? Ну к Астелю пожалуемся сейчас. Чего ты у меня с ним такие плохие отношения? Ну что, ты отомстила этим, воображала? Нет, мне ничего не пришло в голову. И что тут сложного? Если у тебя есть идея, с удовольствием ее позаимствую. А я-то тут при чем? Мне до этого вообще дела нет. Ну пожалуйста. Не может быть, чтобы у тебя такой необычный лестничный стиль, как ты, небыводей. Что, вообще нет идей? Ну, вообще нет идей. Ой, сейчас врежет. Просто разрисуй ее шкафчик баллончиком и подбрось с него что-нибудь страшное. Вот и все. А, разрисовать ее шкафчик? А что мне подкинуть? Фу, я плохо знаю, Амбер, так что сама разбирайся. Спасибо. Так, разрисовать ее шкафчик. А где он? Ну что, у тебя получилось? Твоя идея, просто отстой. Нереально, столько денег потратила, мы Амбер не отомстили. Что за отстойная идея? Сделала так, как ты посоветовала, но почти ничего. Но она не отреагировала, да. Мне очень жаль, честно говоря, я не лучший советчик в том, что касается розыгрышей. Что ты намерена теперь делать? Придется найти идею получше. Все-таки постарайся не перегибать палку. Как получится, не знаю по поводу палок, что там Натаниэль делает. Я поговорю с Амбер. Я только что столкнулась с ней, уже в курсе. Что ты ей сказал? Дальше. Заметно, ей хватило пару минут, чтобы испортить мне настроение. Что ты ей сказал? И что ты ей сказал? Мне кажется, ваш разговор на нее не сильно повлиял. Да. О, у меня только все время понижается отношение. Я вообще все время выбираю не то. Правда, мне очень жаль. Я сказала, что если она и дальше будет продолжать так себя вести, я поставлю в известность директора. И что она ответила? Она была рассержена и пригрызила рассказать все родителям, если я не перестану ее воспитывать. О, это просто угроза не более. Вот и тебе досталось. Я уже устала повторять, что она просто невыносима. Просто угроза, не более. Я все время обижала ее, когда мы были маленькими. Мои родители до сих пор не понимают, что это осталось в прошлом. Я поражаюсь, как ей удается всех водить за нос. Как оказалось, я был поражен ее реакцией. Мне стоило раньше прислушаться к тебе. Наконец-то ты все понял. В таком случае я рассчитываю на твою помощь. Ничего страшного, ты поможешь мне? Чтобы заслужить мое прощение, тебе придется оказать мне услугу. Ничего страшного, ты поможешь мне? Опять упала. Ну что я такого сказала? Ты же обещала мне помочь. Ты имеешь в виду розыгрыш для Амбар? Чем я могу помочь? Отчислили из школы. Скажи мне, что она боится больше всего. Я хочу, чтобы ее призывала от шока. Ну скажи мне, что она там боится. Хорошо, вот смотрите, какие-то люди в окне. Я постараюсь что-нибудь придумать. Подойди ко мне попозже, хорошо? Еще попозже, ну хорошо. Так, спросили, нет никого, опять костей. Я тебя боюсь, парень. Слушай, а чем мне разрисовать ее шкафчик? Руками пробовала. Очень смешно. Я до этого никогда такого не делала. Это как? Ага, очень смешно. А если я скажу, что это можно сделать баллончиком? Для тебя это станет открытием века? Хорошо, хорошо, все ясно. Ясно, все понятно. Где шкафчик? Мне, Агара, я поразмыслила над тем, что ты сказала и придумала кое-что. У тебя есть идея? Она страшно боится пауков. Ты можешь этим воспользоваться? Кого-кого пауков, вот гадость. Сама их боюсь. А вдруг они у меня по сумке разбегутся? Хм-хм. Пауков, вот гадость. Настоящие пауки. Я имела в виду искусственных пауков. Ты можешь найти очень правдоподобных, но из пластика. Точно, это может сработать. Спасибо. Так, ну ладно. А где шкафчики вообще? Что-то я не понимаю. О, ну что, тебе удалось отомстить, Амбар? Пока нет. Пока нет. Я не понимаю, куда я должна пойти. Ты нашла пластиковых пауков для розыгрыша? Я как раз этим занимаюсь. Кстати, а пауки, наверное, есть в классе вот здесь, наверное, в кубе садоводства. А? Нету? По цветам не ползают паучки? О, директриса идет по коридору. Здравствуйте. Здравствуйте. Она ушла. Хорошо, хоть на этот раз не придется искать ее собаку. Настроение зато поднялось. Пауков не нашли, конечно. Но настроение зато поднялось. Так, тут нет ничегошеньки. А где должна искать этих пауков вообще? Или баллончик, чтобы разрисовать? Ты нашла? Нет, я как раз этим занимаюсь. У меня такая идея появилась. Может быть, у нас здесь что-то есть? Ой, баллончик можно купить и пауков. Ну, неужели? Оказывается, все так просто. Понятно, все время выкачивает из меня деньги. Так, а вот и шкафчик Амбар. Кажется, никого нет поблизости. Ну что ж, приступим. Хе-хе-хе. Такой злостный смех. Спрятать пауков в ящике и разрисовать его. Я положила пауков в шкафчик Амбар. Осталось разрисовать его баллончиком. Далее. Эй, что ты делаешь? Только нет, а подружка Амбар заметила меня. Как ты посмела разрисовать шкафчик Амбара? Она тебя в порошок сотрет. Ли вцепилась в меня, стараясь изо всех сил вырвать баллончик. О, такая директриса. Что здесь происходит? Я не верю своим глазам. Вы портите школьное имущество. Вы обе будете наказаны. Почему мне все время не везет? Знаешь, у меня тот же вопрос в голове. Я все время не то говорю мальчикам. Значит, надписи на лестничной клетке – это тоже ваших рук дело. Вы обе останетесь после школы и не уйдете, пока все не отмоете. Я и слова не успела произнести в свое оправдание. Теперь еще и лестничную клетку придется отмывать. Не могу поверить, из-за тебя я тоже наказана. Не вздумай опоздать хоть на минуту после уроков. Тебе придется поработать тряпкой за двоих. Я лучше промолчу. Да уж. Тебя наказали, бедняжка. Мне так жаль. Вот не надо было мстить этой Амбару. Вообще забить на нее. Спасибо, ничего страшного. Хочешь, я помогу тебе? Нет, что ты. Я не хочу, чтобы ты оставалась после занятий в школе из-за меня. Но все равно спасибо. Спасибо тебе. Что там над делает? Это не Агара, я только что встретила директора. Она сказала, что ты на пару сли разрисовала баллончиком шкафчик. О, ему это не понравилось. Это все из-за тебя. Меня застукали, когда я подбрасывала пауков в шкафчик. Да, Али застукала. У меня оказалось смешно. Всю эту историю теперь моби наказаны. Ага, я всегда попадаюсь. Стоит мне что-то задумать. Ой, муж ты мой. Если я ему скажу, что это он виноват, он будет мне помогать. Я тебя предупреждала, это была не лучшая идея. Хватит меня воспитывать, ладно. Моя идея могла бы сработать. Просто мне, как обычно, не повезло. Я оказалась в неудачном месте, неудачное время. Вот и все. Да. Настойчивость тебя не занимает. Что тебе придется сделать в виде наказания? Нужно оставаться после уроков и отмыть надписи. Кстати, где мне взять средства для уборки? Я оставлю в ведро моющее средство и тряпку в учительской. Ты можешь их забрать в любой момент. Хорошо, спасибо тебе. В учительской мне снова надо зайти в учительскую. Я не нашла средства для уборки в учительской. Я пока не принес их. Хе-хе-хе. Но как только ты их получишь, уборка не займет и 5 минут. Вот увидишь. Окей. Вот они. Шли мыть шкафчик. Теперь у меня есть все, что нужно, чтобы приступить к уборке. Скоро звонок с последнего урока. Осталось только дождаться ли. Подождать ли. Я домой. До завтра. Пока. Блин. Кастель забрал вещи в шкафчике перед тем, как пойти домой. Эй. Мой хорошенько. И не задерживайся долго в школе. Иначе придется возвращаться домой по темным улицам. Он пошел домой. Не, Агара, держись. Надеюсь, уборка не займет много времени. Спасибо за поддержку. Все свалили. До меня донесся смех. О, нет, только не она. На этот раз я обошлась насмешливой улыбкой на ее лице. Шарлот шла следом за Амбар. Вот только не вижу, где Эли. А? Долго мне еще ее ждать? Она что, сбежала, пока ее никто не видел? Эй, я тебя уже час жду на лестничной клетке. Ты что, решила незаметно удрать? Нет, ты что, я тебя тут ждала. У тебя есть тряпка? Пошли, я покажу, где нужно отмыть стены. Пойти за Али. Там дальше, по коридору. Пойти за Али. Что-то мне не нравится, что она меня куда-то ведет. Ну что ж, можешь приступать. Я тебя сразу предупредила, что к тряпке я не прикоснусь. Да, я уже поняла. Ну, отмываем. Все? Это что-то такое, написано что-то. Листик какой-то лежит. Мы не можем его взять? О, у нас появилась, смотрите, рекреация 2. Ну и в принципе-то все ушли. Идем на школьный двор. И что, нам нужно пойти домой, наверное, раз мы все отмыли? Здесь ничего нет. Пришлось потрудиться, чтобы все отмыть. Все разошлись по домам. Школа прогрузилась в ночную мглу. Надо поскорее найти, или уже поздно надо возвращаться домой. Я думаю, что она, наверное, в классе. Нет? У нас уже мало бонусов энергии. Во дворе? Нету нигде ее. Ты куда провалилась? Я отошла на 5 минут, а тебя уже и след простыл. Куда ты отошла? Как сложно быть постоянно рядом с тобой. Ну что, ты закончила? Я хочу поскорее пойти домой. Ты бы могла пойти домой гораздо раньше, если бы помогла мне. До нас донесся странный, леденящий душу смех. Что за смех? Я не знаю, что это, я боюсь. Я тоже. Ну кто это? Ты решила разыграть меня? Ты думаешь, что... Далее. О, боже мой. Что это? Чья это тень? А, это привидение! Ли и я бросились вниз из школы. Это и правда было привидение? Еще один день в школе. Ты боишься призраков? Ха-ха-ха. Ли рассказала, что вы услышали шум. Ты убежала из школы, сверкая пятками. Вот стыдоба. Она испугалась не меньше моего. Так мы тебе и поверили. Как тебе пришла в голову мысль, что тут водится привидение? Как сказать? Было бы лучше, если бы Ли придержала язык за зубами. Хотя, признаться, я и правда испугалась. Но призраки не существует, по крайней мере, я так думаю. Пойду еще раз гляну на место преступления. Может мне удастся что-нибудь разузнать. У нас очень мало бонусов, энергии, чтобы что-то разузнать. Да, здесь какая-то была оставлена фигня. Еще какая-то фигня. И все, бонусов, энергии, ноль. Придется заканчивать в следующий раз, ребята, потому что все по нолям. Раскрутили меня и на деньги, и на бонусы, энергии. Ну что ж, спасибо вам за внимание, и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok